Ну и я продолжу с вашего разрешения тему медулярного рака щитовидной железы и расскажу на конкретном клиническом случае, который произошел у нас в нашем центре. Эта женщина одна из первых начала принимать вандетонит в нашей клинике. Ну и поэтому случай очень долгий и достаточно интересный. Итак, женщина 46 лет. В 2002 году перенесла тиреоидектомию по поводу медулярного рака щитовидной железы Т3Н0М0, третья стадия. Получала заместительную гормонотерапию элитероксином и остановалась под недомическим наблюдением. Регулярно проходило обследование, ультразвуковое исследование шеи и брюшной полости, компьютерную томографию шеи и грудной клетки и сдавало кровь на гормоны. Смотрели кальцитонин, ТТГ, Т3, Т4 и раковый эмбриональный антиген. И в январе 2008 года произошел первый рецидив. При очередном обследовании выявлено повышение уровня кальцитонина крови до 1700 пикограмм на миллилитр. Увеличение шейного лимфоузла справа, по данным УЗИ и компьютерной томографии, лимфоузел маленький до сантиметра, 9 на 5 миллиметров. При тонкоигольной пункции увеличенного лимфоузла мы обнаружили клетки медулярного рака. Выполнена операция, лимфоаденектомия шеи справа. Послеоперационная гистология подтвердила метастатическое поражение лимфоузла медулярным раком щитовидной железы. После операции кальцитонин снизился до уровня 412 пикограмм на миллилитр. Далее пациентка также находилась под динамическим наблюдением с прежним объемом обследования. Произошел второй рецидив уже в марте 2013 года. То есть первый рецидив через 6 лет, второй рецидив через 5 лет. Также повышение уровня кальцитонина до 1250. Диагностирован рецидив в ложе удаленной опухоли щитовидной железы и повторный метастаз в шейный лимфоузел. Значит, в апреле 2013 года выполнена операция удаления рецидива опухоли и лимфоденектомия шеи справа. Иммуногистохимический анализ показал метастазы медулярного рака в шейный лимфоузел и мягкие ткани шеи. После операции кальцитонин-775, раковый эмбренальный антиген-154. Значит, третий рецидив, это уже прогрессирование в июле 2014 года. Появились жалобы на болезненность правой надключичной области при обследовании кальцитонин-1055 пикамоль на миллилитр. По компьютерной томограмме шеи, грудной клетки, брюшной полости выявлен метастаз в надключичный лимфоузел справа. Также в подключичный лимфоузел справа и медистинальные лимфоузлы и 11-12 грудные позвонки. При этом общее состояние пациентки было удовлетворительно. Итак, диагноз на момент начала лекарственной терапии, рак щитовидной железы, Т3-0-0, третья стадия, рецидив, МТС надключичный, подключичный, медистинальные лимфоузлы и кости. И планом лечения, это первая линия лекарственного лечения, была выбрана таргетная терапия. И с 12 августа 2014 года начата терапия вандетонибом в дозе 300 мг в сутки. В качестве сопутствующей терапии назначен панангин по одной таблетке 3 раза в день. Контрольное обследование. Раз в две недели мы проводили контроль клинического и биохимического анализа крови, электролита в крови. Также брали гормоны Т3, Т4, ТТГ и выполняли кардиограмму. И каждые два месяца приема вандетониба проводилось контрольное обследование в объеме УЗИ шеи, компьютерная томография шеи, грудной клетки, брюшной полости. И что было по поводу переносимости. Наблюдались следующие нежелательные явления. На третий день приема вандетониба были боли за грудиной в течение пяти минут. Прошли самостоятельно. На двенадцатый день приема появилась сыпь на подбородке. Единичное лечение не потребовало. На тридцать четвертый день приема подъем артериального давления до 220. Препарат временно отменен. Назначен энолаприл по 5 мг два раза в день. На тридцать седьмой день терапии по ЭКГ наблюдалась отрицательная динамика. В виде усиления потенциалов с левого желудочка. Нарушение процессов реполяризации передней боковой стенки левого желудочка. Перерыв в приеме вандетониба составил 12 дней. Общее самочувствие с улучшением. Кардиограмма с положительной динамикой. Артериальное давление стабильное. И мы продолжили лечение вандетониба. Правда, снизили дозу в половину. И в дозе 150 мг в сутки на фоне энолаприла и панангина пациентка продолжила лечение. В течение 7,5 месяцев пациентка принимала вандетониб в дозе 150 мг. И в апреле 2015 года отмечен рост кальстанина до 3700 пикограмм на миллилитр. Хотя при обследовании по КТ, шеи, грудной клетке, брюшной полости сохранялась стабилизация процесса. Продолжен прием ваттониба с увеличением дозы. Мы увеличили дозу до 200 мг в сутки. И уже через 2 недели приема в данной дозировке произошло снижение уровня кальстанина до 1290. Общее самочувствие без ухудшения. Отмечает подъем артериального давления до 140. Ну и принимает инолаприл уже в дозе 10 мг 2 раза в день. В апреле 2016 года появились жалобы на жидкий стул до 7 раз в день. Повышение артериального давления до 200. По кардиограмме отмечается увеличение интервала КУТ до 0,43. Вандетониб временно отменен. Перерыв в лечении составил 14 дней. После стабилизации состояние прием ванетониба продолжен с коррекцией дозы. Опять мы вернулись на 150 мг в сутки. В декабре 2016 года отмечен небольшой рост кальцитанина до 1910. При обследовании по компьютерной томограмме динамики нет. Сохранялась частичная регрессия опухоли и увеличена доза вандетониба до 200 мг в сутки. Через 2 недели кальцитанин снизился до 1100. Вот компьютерная томограмма. Очень плохо видно. Метастатические очаги не такие большие. Но видно, что за 6 лет терапии прогрессирование не выявлено. То есть некоторые группы лимфоузлов даже сократились. То есть частичная на 30%. То есть частичная регрессия опухоли. Та же динамика и на шею. Ситуация на сегодняшний день. Пациентка жива. Принимает ванетониб уже 6 лет и 3 месяца. Сейчас продолжает в дозе 200 мг в сутки. Вес у нее стабильный. Состояние по эпох единица. Ведь она ведет активный образ жизни. Она продолжает работать. Периодически появляются жалобы на жидкий стул. И повышение артериального давления до 140. В октябре 2020 года уровень кальцитанина составил 1600 мг на мл. Планируется продолжить лечение до прогрессирования. Либо до появления непереносимой токсичности. Спасибо большое. У меня все. Я готов выслушать вопросы, если они у вас есть. Спасибо. 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 Спасибо.